Спонсор проекта – компания Сапфир. Сапфир – наши лучшие рекомендации. Всем привет! Я Таня и это Технокухня. Прошел целый год с момента выхода GeForce GTX 690. Но именно эта карта остается самой мощной в линейке NVIDIA. Судя по независимым тестам, она опережает Титан. У нее единственный конкурент – HD 7990. Более быстрый, более дорогой и труднодоступный в продаже. В общем, из high-end карт GTX 690 – самая доступная. Вместе с этим она покрывает все потребности любых игр с любым качеством при Full HD разрешении и 4-х кратном сглаживании. Было очень приятно впервые увидеть прохождение бенча Metro 2033 без единой просадки. DirectX 11 – высочайшее качество, Full HD, 4-х кратное сглаживание и плавная картинка. Там, где другие карты просто-напросто загибаются. Порадовала и Crysis 3. FPS ниже 40 не проваливается, то есть акселератор для того, чтобы взять и забыть о просадках. Нас обвинят, что для этой карты нужно выбирать разрешение побольше или трехмониторные системы. Вот как раз не нужно, иначе лишимся того приятного ощущения, что любая игра летает при потрясающей картинке. Ну а для больших разрешений и 3D нужно просто взять вторую такую же карту, объединив ее в Quad SLI. Не будет сегодня и сравнений с другими картами, которые уже были у нас. А все потому, что перед нами акселератор совсем другого класса, и берут его вовсе не из соображений и компромисса цена-производительность, а чтобы ощутить чувство роскоши. Крайне красивая карта с подсветкой. Не зря очень похожий дизайн применили в Титане, и эти карты часто путают. При этом даже под фурмарком, когда карта прогревается до 82 градусов, шум с расстояния 1 метра всего 42 дБ. Это не так много, это не гугл-друбины. Заметное шуршание, да, но незаметное днем в корпусе с шумоизолирующимися стенками. 83-мм вентилятор часть воздуха выбрасывает наружу, а другую часть – внутрь корпуса. Длина видеокарты всего 28 см. Конечно, больше чем 680 с 25,5 см, но куда скромнее, чем HD 7990 с 30,5 см. GTX 690 мы будем сравнивать с HD 7990 с Титаном с GTX 780. А пока посмотрим на FPS в разных играх. Пиздец, глаживание четырехкратное или максимально возможное. Ультра настройки Full HD. Субтитры создавал DimaTorzok Что же, прекрасная производительность. Более дорогие карты не нужны, так как производительности и так хватает. Менее производительные проваливают в метро с четырехкратным сглаживанием и предлагают компромисс. Учитывая заявление Nvidia о том, что Титан в разы превосходит мощность PlayStation 4, можно сказать, что видеокарта не потеряет актуальности надолго. Титан равен GTX 690 в метро и чуть ли не на 9 FPS отстает от него в Crysis 3. При этом Титан стоит от 32 тысяч рублей, а GTX 690 – от 29 тысяч 770 рублей. Нужна ли переплата? На наш взгляд, нет. Она будет нужна только если вам двух GTX 690 будет мало, и со временем вы запланируете нарастить мощь своего ПК до трех Титан. Забавно, что комплект поставки, ну никакой, а все из-за желания не делать дорогую карту еще более дорогой. Ну а теперь о минусах. Шум видеокарты в простое 30 дебил с одного метра. Это тихо, но днем. Ночью же шум немного заметен, и он выделяется, например, в сравнении с 2-сантиметровым вентилятором, работающим на 1000 оборотов в минуту. И все беда в том, что нельзя утилитой сделать обороты потише. Они и так работают на своем минимуме – 30%. То есть GTX 690 не подойдет для любителей тишины, которые любят работать по ночам в полной тишине. Остается лишь купить кулер Arctic за 3000 рублей. Карта очень капризна к разгону. С учетом буст мы разогнали частоту типа с 1020 до 1100 МГц, выиграв только 80 МГц. Карта может работать и на более высокой частоте, но рано или поздно появится артефакт. Акселератор процессорозависимый. Для него нужен 4-ядерный процессор i5 в разгоне или 6-ядерный i7 без разгона. С AMD процессорами не достигните максимальных результатов. В игре Hitman Absolution в среднем только 41 FPS. Игра не оптимизирована на работу с двумя ядрами. В GTX 690, если кто не в курсе, два ядра от GTX 680, объединенных в SLI. На каждое ядро по 2 ГБ памяти. Частота чипа и памяти почти не отличается. Бывает, возникают артефакты. Вот мерцание слева в баттле, а вот мерцание в Tomb Raider при выборе 4-х кратного сглаживания. Эти артефакты даже если убрать разгон. Чем сложнее карта, тем больше обновлений драйверов к ней требуется. GTX 690 требует 650-ваттного питания, у которого, конечно же, будет два 8-пиновых коннектора для видеокарты. Можно было занести отсутствие HDMI-выхода к минусам, но мы подключили HDMI-кабель через переходник HDMI-DVI и волшебным образом получили захват не только видео, но и аудио. Так что проблем с подключением плазменного телевизора, например, быть не должно. 3D-VI сделали для облегченного подключения к трем мониторам. Есть еще мини-дисплейпорт. Ну что тут скажешь, GTX 690 неудержимая карта. Несмотря на ряд недостатков, мы ей вручаем платину. Именно за то, что нет смысла в более дорогих видеокартах, чтобы без проблем поиграть в метро 20-33. С вами была Таня. Всем пока-пока.